Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетик.Инфо, Максим Радайкин. Я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, вот такая вот интересная тема. Цены на уголь поражают своим ростом, динамикой, вот этот грязный, никому не нужный ресурс. Поднялся во сколько раз за год? В 5-6 раз? Ну, в 4 как минимум. Но российские угольщики не так оптимистично настроены. По их даже самым оптимистичным расчетам добыча угля в Российской Федерации будет ниже, чем в прошлом году. Почему мы готовимся консервировать некоторые разрезы? И проблема заключается в том, что мы не можем довести уже добытый уголь до основных потребителей. К примеру, тот же Китай, у которого просто огромнейший спрос на уголь. Тут же африканские рынки. Почему мы, в отличие от Европы, не испытываем проблемы с добычей? Почему у нас проблема именно с логистикой? Кто виноват? Ну, кто виноват, можно рассказывать долго. В рынке резко растущие спросы в Индии, если в процентном отношении, то значительно выше, чем в Китае. Китай постарался максимально увеличить объем добычи на своей территории. Индия пытается сделать то же самое, но у нее значительно меньше количества угольных ресурсов и запасов, поэтому она настроена на наращивание импорта. Ну и давайте по порядку. У нас есть целый ряд отраслей, где влияние государства практически отсутствует. Государство, это по не очень понятным личным для меня причинам, не желает ничего менять. Министерство энергетики нынешнее в России, это прямой наследник Министерства энергетики и электрификации СССР. Все остальные министерства, которые обеспечивали Министерство энергетики, растворены в департаментах в составе Министерства энергетики. Напомню, что в советские времена в министерствах, которые обеспечивали энергетический комплекс, было еще шесть штук. Министерство нефтехимическое, министерство нефтегазовой промышленности, министерство строительства объектов нефтегазовой промышленности и так далее, и так далее. Сейчас этого ничего нет. По положению Министерства энергетики полномочия сокращены просто кратно. Министерство энергетики больше похоже на совещательный орган. Сказать, что Министерство энергетики может влиять на политику, которую проводят наши крупные нефтегазовые компании, просто невозможно. Да, Министерство энергетики ведет статистику, да, Министерство энергетики в силу имеющихся полномочий готовится к каждому отопительному сезону, к проведению планово-предупредительных ремонтов. То есть там, где влияние государства есть, это Тремовират, пока еще системный оператор бывшего центрального диспетчерского управления, федеральная сетевая компания и Россети. Но сейчас у нас на глазах происходит объединение ФСК и Россетей, консолидация, на все остальное полномочий просто нет. Ну и давайте по порядку. В угольной отрасли у России имеется ровно одно государственное предприятие, называется «Арктикуголь», и оно делает вид, что добывает уголь на Шпицбергене. Больше нет ничего. Соответственно, все программы развития угольной отрасли, угольной химии и так далее, и так далее, это некие пожелания, некие рекомендации, которые частная угольная компания вольны либо выполнять, либо не выполнять. Теперь вспоминаем апрельское совещание по топливно-энергетическому комплексу под руководством Владимира Путина, где президент или в нынешних условиях верховный главнокомандующий поставил задачу готовиться к наращиванию поставок энергоресурсов на юг и на восток. Поставки осуществлять каким образом? Территория России огромная, перевозить уголь автомобильным транспортом мы не Монголия и не Китай, где обстоятельства совершенно уникальные, уголь с разрезов просто на карьерных самосвалах сразу уходит в Китай. У нас такого нет, у нас другие расстояния, у нас другие природные условия. Амур остается судоходным только там, где есть конкретный интерес крупных компаний. До города Свободный Амур внезапно стал судоходным, просто потому что требовалось перевозить грузы Газпрому, сейчас требуется перевозить грузы Сибуру. Весь остальной Амур не задействован. Остаются, собственно говоря, две железнодорожных ветки, Транссиб и БАМ. Восточный полигон, то место, которое лимитирует объемы поставок, развивается в том темпе, в котором развивается, ежегодно получая сообщение о том, что сроки реализации сдвигаются вправо. Это российская железная дорога, которая делает вид, что она подчиняется Министерству транспорта. Тем не менее, живет какой-то своей напряженной жизнью. Если присмотреться, что происходит на Восточном полигоне, часть работ там поручена железнодорожным войскам Российской Федерации Сергею Кузьминовичу Шойгу. И можно посмотреть, как работают наши железнодорожные войска. Приезжают обычные специалисты со своей техникой, не задают никаких вопросов по поводу обустройства вахтовых поселков. Все свое. Там, где в участке пытаются строить, расширять и так далее, модернизировать Министерство энергетики, российская железная дорога, все идет в соответствии с тем самым 220 ФЗ. РЖД, тендеры, генеральные подрядчики, субподрядчики, субсубподрядчики, кто какую технику привез, кто каких специалистов привез, неизвестно. Что из этого получится, тоже неизвестно. РЖД пытается что-то контролировать, не получается ничего, но Федеральная антимонопольная служба, происходящая, вполне довольна. Теперь уже два года тому назад РЖД немножечко смогло изменить условия тендеров. Теперь фраза субподрядчик уже не проходит, ступени стало меньше. Выяснилось чудо-чудное и диво-дивное. Чем меньше посредников, тем больше зарплаты у тех, кто едет работать в таких условиях. Выяснилось, что если люди получают большее вознаграждение за свой труд, они и трудятся готовы по-другому. Но, видимо, это открытие до конца довести не удалось, потому что дальше у нас стоит Федеральная антимонопольная служба, которая, собственно говоря, на интересы России... Ну, здесь какое-то выражение, которое нельзя использовать. Я просто напомню, что у РЖД своих мостаотрядов строительных организаций нет, потому что так начертано на скрижарах Федеральной антимонопольной службы. Положение разработано в 90-е годы с замечательными государственными деятелями уровня Тимура Гайдара, или Егора Гайдара, или кого там еще, и прочих, прочих, прочих. Менять это нельзя, это должно быть незыблемо, обязательно нужно порождать конкуренцию. Конкуренция на единственном уникальном в России объекте под названием Восточный полигон, она тоже должна быть. Для чего, зачем, почему, неизвестно, оно так написано. Сколько это будет продолжаться, сказать сложно. Можно называть те сроки, которые называют Российская железная дорога, но с учетом того, что ежегодно приходят сообщения о сдвиге вправо, ничего не происходит. Можно по-разному относиться к тому, что я говорю, но, на мой взгляд, это не только моя оценка. Напомню, что на прошлогоднем Восточном экономическом форуме компания «Эльга Уголь» пришла с проектом в адрес РЖД и Министерства транспорта. Это эльгинское месторождение коксующегося угля, в два раза дороже, грубо, чем уголь энергетических марок. Компания «Эльга Уголь» заявила о том, что готова строить за свой счет железнодорожную ветку на побережье Охотского моря в Хабаровском крае, не прося денег ни из каких бюджетных фондов, ФНБ, просто за свой счет 500-километровую железнодорожную ветку, свой порт ушло на согласование, потому что просьба со стороны компании «Эльга Уголь» для того, чтобы хватало денег, попросили квоты на провоз своего угля прямо сейчас по БАМу. То есть мы везем так, чтобы нам хватало на строительство, когда строительство заканчиваем, забираем все свои грузы, все в порядке. В течение девяти месяцев компания «Эльга Уголь» ждала согласования с Минтрансом из российской железной дороги, выяснила, что родить ничего не могут. Строительство начать. На минувшей неделе губернатор Хабаровского края побывал на строительстве порта. Все идет так, как и должно идти. Железная дорога строится сразу с двух сторон. Сразу строится порт, сразу есть план строительства электростанции, которая будет обеспечивать порт. Уже появился план строительства не только вахтового, но и постоянного населенного пункта. В порту будет затребовано не менее трех тысяч специалистов. То есть российские частные угольные компании понимают, чего им ждать от российской железной дороги. Правильный ответ – ничего. Только что касался российских железнодорожных войск. Напомню, что проект строительства новой железной дороги из Тувы в Красноярский край, опять же, для вывоза угля, который собирался курировать Сергей Кужугетович, просто отодвинут на дальнюю полку, у РЖД таких возможностей нет. Соответственно, говорить о том, что можно нарастить поставки на внешние рынки российского угля за счет новых месторожений, не приходится. РЖД считает, что это сейчас не вовремя, сейчас не кстати. О строительстве северного широтного хода РЖД тоже предпочитает молчать, пытаться отодвинуть на дальнюю полку, но здесь не получилось. Неожиданно в дело вмешался опять Владимир Путин. То есть он за российскую железную дорогу вынужден думать, решать, но будет ли после этого работать российская железная дорога, сказать сложно. Новая железнодорожная ветка куда-то в район Северного морского пути, хотя бы теоретическое возможности разгрузить БАМ и Транссиб под угольных грузов. Будем надеяться, что будет составлена техника экономической обоснования. 2 августа правительство России утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года. Там впервые, на моей памяти, зашла речь о восстановлении судоходства по Великим Сибирским рекам. То есть перевозка угля может осуществляться мимо российской железной дороги. У российской железной дороги может появиться конкурент. Конкурент, собственно говоря, уже появился. С весны прошлого года корпорация АИОН начала реализацию проекта «Северная звезда». Это добыча угля на Таймыре, Средо-Сайское месторождение. И никто не скрывает, что в такое славное место корпорация АИОН идет по одной причине. Там не будет российской железной дороги. Там сразу Северный морской путь. Не надо согласовывать. Надо просто строить порт Енисей, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Готова ли Россия увеличить объем поставок за счет Средо-Сайского месторождения? Это, опять же, дорогой, как сующийся уголь. Корпорация АИОН, если кто-то не поленится посмотреть, это крупнейшая сеть аэропортов в России. Причем это аэропорты не крупных городов областных. Это немножко другая специализация. И когда Романа Тросенко спросили о логистике вывоза добываемого угля, ответ был, на мой взгляд, совершенно логичен. Корпорация АИОН судостроением точно не занимается. Мы готовы пойти на долгосрочный фракт балкеров арктического класса с Совкомфлотом. Напомню, что Совкомфлот – это государственная компания. У Совкомфлота таких судов тоже нет. Будут ли, появятся ли, никто не знает. Потому что это уже зона ответственности Министерства торговли и этой промышленности, которая обещает к 2023 году решить, где и как можно строить суда арктического класса. Сколько лет это займет организация такого судостроения, тоже сказать невозможно. Напомню, что судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень рядом с Владивостоком начали строить в 2009 году, сейчас идет строительство второй очереди завода. Если кто-то забыл, мы с вами находимся в августе 2022 года. Поэтому те планы, которые есть у корпорации АИОН, могут быть совершенно спокойно нереализованы. С 2019 года в России действует закон, запрещающий вывоз энергетических ресурсов по Северному морскому пути на судах, не построенных в России, судов просто нет. Насколько я понимаю, точно так же, как Министерство финансов не подчиняется ни правительству, ни президенту, точно так же ведет себя российская железная дорога. Северный широтный ход вправо. Железная дорога из Тувы в Красноярский край вправо. Железная дорога от Сосногорска до порта Индига вообще ничего не знаем, не слышали, не в курсе. Необходимость планирования расширения железнодорожных мощностей в Дагестане. Тоже какие-то новости. Если кто-то знает какие-то проекты, которые РЖД выполняет вовремя, в срок, в соответствии с календарным графиком, буду рад, если вы об этом сообщите. Я, к сожалению, найти не смог. Большое спасибо за развернутый комментарий. Стало чуть яснее, но легче от этого не становится. Друзья, все, кто хотят помочь нашему проекту, чтобы мы продолжали вещание в условиях лишения монетизации, лишения, точнее отсутствия монетизации на других площадках, подписывайтесь на спонсор РУ. Все ссылки и реквизиты для помощи нашему проекту будут в описании к данному ролику. Максим, я, со своей стороны, частенько в комментариях задают вопрос, почему мы не сотрудничаем с ВК. Да, было выставлено условие 10 тысяч подписчиков на нашей странице. Есть, есть наше заявление о необходимости монетизации. Рассматривается второй месяц. Сколько будет рассматриваться еще, сказать сложно. ВК никуда не торопится, у него все в порядке. На этом все. До новых встреч. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok